Привет! Как дела? Сегодня рассказ об автобусах на улицах Лондона. Как пользоваться автобусом и сколько это стоит, я вам расскажу сегодня. Почему я люблю автобус? Во-первых, это дешевле. Раз. Во-вторых, это интереснее. Ты едешь надземным транспортом и видишь, что происходит в городе. Единственное, в чем отличие автобуса и метро, это то, что ты приедешь до пункта назначения, если ты едешь, допустим, в центр из какой-либо точки, на 20-30 минут позже, чем на метро. Да, автобусы в Лондоне ходят очень часто и автобусы в Лондоне ходят очень быстро, потому что у них есть отдельная от всего остального транспорта полоса. И автомобилисты не занимают ее, иначе получат огромный штраф. Так вот, автобус стоит всего рубль 50, то есть фунт 50. Это 120 рублей на данный момент. Метро в два раза дороже. Поездами метро я пользуюсь очень редко, когда мне надо быть в определенный момент, в определенном месте, и мой маршрут на метро занимает около часа. То есть, если мне надо доехать от Хаммерсмита до Стратфорда, хотя от Хаммерсмита я лучше сяду на Олимпии и доеду на оверграунде до Стратфорда. Так вот, в метро мне не нравится, когда особенно едешь в час пик. Очень много народу вот в таких вот стесненных обстоятельствах дышать нечем, смотреть некуда, то есть на чьей-нибудь подмышке или кто-то газетами закрывается, или кто-то книжки читает. Все в наушниках, в телефонах. В общем, мне не очень нравится метро. Мне всегда в нем душно, всегда жарко и очень хочется пить. Кстати, в Лондоне всегда очень хочется пить. Что не скажешь про Москву или Питер? Вот никогда я с собой в России бутылки не таскаю. Ну, может быть, летом только. А в Лондоне всегда, даже зимой, у меня с собой бутылка с водой. И я уже даже знаю, где есть фонтанчики, где можно ее наполнить. Ну, я наполняю бутылки, потому что, опять же-таки, Грета Тунберг не спит. Сохранение окружающей среды. Не покупаю новую бутылку, экономлю деньги, не выкидываю очередной пластик. Ну и также в Лондоне очень вкусная вода и очень много где стоят фонтанчики. И практически всегда в любом офисе, в любом университете есть где заполнить это. Но об этом я тоже попозже расскажу вам. За фонд 50 вы можете передвигаться на нескольких автобусах в течение одного часа. То есть, был даже один такой момент, что я туда и обратно съездила за 1,50, так как очень быстро сделала дело в центре и вернулась, успев сесть в течение того часа, в который я выезжала, на автобус обратно. Для того, чтобы автобус остановился, вам нужно помахать рукой, прямо как такси или как вы голосуете машину. Иначе бывает, что автобус может не остановиться. Если никто не выходит из этого автобуса, он может проехать мимо, потому что подумает, что вы ждете какой-нибудь другой автобус. Однажды у меня была такая история. Я была в гостях у моей подруги Насте. И вечером уже, когда они с ее мужем стали провожать меня домой, мы стояли на остановке, долго ждали автобус. И он подошел, а мы что-то прощаться начали, целоваться, обниматься. А он взял и проехал мимо нас, потому что мы не тормознули. Представляете, как? И нам пришлось еще 10-20 минут стоять, ждать следующий автобус. Хотя там, на той остановке, маршрут автобуса был единственный. Вот представляете, как бывает, что водитель возьмет и не остановится, видя то, что люди прощаются, но не махнули рукой. Так что, для того, чтобы тормознуть автобус, надо обязательно махнуть рукой. Ну, а для того, чтобы выйти из автобуса, надо нажать на кнопочку внутри автобуса перед остановкой, которая вам нужна. Для того, чтобы воспользоваться услугами лондонского транспорта, вам нужно приобрести вот такой вот ойстер-карт называется. Это как наш в Питере подорожник или в Москве по-другому как-то карточка называется. То есть, проездной билет. Как его приобрести? У меня студенческий, правда, с 30% скидкой. Обо всем об этом я буду рассказывать позже. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал и не пропустите ничего важного. А также можно расплачиваться обычной дебетовой картой, которую можно тапнуть, это так называется, приложить к считывателю. И он снимет с вашего счета деньги. Для того, чтобы добраться до нужного вам места назначения, вам нужно смотреть маршруты, как они ходят и куда идут автобусы. Знать конечную точку маршрута или вообще весь маршрут до места назначения. До куда следует маршрут пишется на верхней части автобуса, над водителем, а также с боковой части. Правда, сбоку иногда пишут по какому маршруту, wire, там что-то, wire, patney, то есть мимо patney. Иногда так пишут. То есть, смотрите, спереди автобуса всегда пишется конечная точка назначения этого маршрута. И иногда маршрут сокращается. И внутри автобуса объявляются как остановки, так и куда идет маршрут. И также бывают некие анонсменты, некие сообщения, что в данный момент на этой остановке автобус будет задержан, потому что будет смена водителей или автобус дальше не пойдет. Или этот автобус в связи там с какими-то протестами в центре города будет объезжать этот маршрут. Следите за тем, что пишут на табло. Часто бывает так, что на автобусе написано, он идет, допустим, до Олдвича, а потом объявляют, что автобус пойдет до гайд-парка. И, пожалуйста, освободите его на гайд-парке. И ты думаешь, что же делать? Если ты пользовался тревел-карт, ойстером, то тогда можно ничего не делать, потому что у тебя куплен проездной на неделю, там на месяц. Просто выходишь из автобуса и берешь следующий баз. Ловишь следующий автобус или, ну, как-то пешком добираешься до места, если не так далеко. Это часто бывает в связи с протестами в центре Лондона, в связи с какими-то мероприятиями или спортивными событиями. Если вы заплатили по ойстеру топ-ап, топ-ап это, то есть, кладешь деньги на одну поездку, или вы платили карточкой, вы можете подойти к водителю и взять вот такой вот билет, так как вы не доехали до места, и он вас высадил на середине пути, вы можете воспользоваться другим автобусом по этому билетику, который вам выдаст водитель. Если рейс был до гайд-парка, а вы доехали только до Найтсбридж, вы имеете право проехать до гайд-парка другим каким-то автобусом. И для этого вам нужно попросить у водителя билетик. Просто подойдите и скажите, give me a ticket, please. И он вам выдаст, потому что ваш автобус не доехал до места назначения. Как абсолютно все знают, в Лондоне действуют красные двухэтажные автобусы, и иногда встречаются одноэтажные и старинные, которые все еще ездят по маршруту Whitehall Tower Bridge, который еще можно встретить и даже прокатиться на нем. Кроме того, иногда бывают такие выставки автобусов, вот однажды была на Риджин Стрит, там выставляли вообще такие старинные автобусы с какого-то 1800 года. И даже на лошадях какие-то повозки тоже показывались. Мы так прогулялись по этой выставке, посмотрели на какие-то автобусы, залазили. В общем, было очень интересно. А однажды бывают еще такие выставки или, ну как, день посещения. Я была в гараже, в автобусном гараже на Вестберн-парк. Проходило мероприятие и как бы день открытых дверей, и можно было посмотреть, чем живет гараж, какие у них автобусы, пообщаться с водителями и проехать даже по маршруту мойки автобусов. Я сначала отказался, потом думаю, а почему нет? Села и засняла этот момент. Вот так вот это выглядит. Щетками такими вот огромными чистят автобусы, чтобы они были чистые и блестящие, ездили по городу и радовали людей. Кстати, транспорт в Лондоне очень чистый, но это в связи с тем, что люди не заезжают на газоны, не развозят землю по дороге и, в принципе, даже пыли в Лондоне очень мало. Даже в квартирах приходилось вытирать пыль только, может быть, раз в месяц. Ну, конечно, не там, где я работала. Там, где я работала, я вытирала пыль практически два раза в неделю. Ну, так, потому что надо было. Я же часто ездила с детьми на автобусах, потому что мне надо было отвозить их в школу. Есть частный специальный автобус именно от школы, а есть обычные одноэтажные автобусы, которые в основном ходят не по центру города, а по третьей, четвертой, пятой зоне. И вот так вот однажды, раскусив тот момент, что автобус стоит дешевле. А мне надо было добраться до Ричмонта, а потом еще до Хамптон-Корт. Там как бы надо ехать сначала на метро до Хаммерсмита, потом пересаживаться и ехать на автобусе или до четвертой зоны, за что ты будешь платить там 3,60, ну, что-то такое. Я точно пацанам сейчас не помню. В итоге я просто ехала на автобусе до самого конца до Ричмонт-парка или до Хамптон-Корт. В общем, можно ездить на автобусах и даже в течение часа пересаживаться и уехать там, наверное, до шестой, до девятой зоны всего за рубль 50, то есть фунт 50. Так что, если вы желаете сэкономить на транспорте, а транспорт в Лондоне очень дорогой и это вторая статья расходов, первая, естественно, квартира, и больше путешествовать и смотреть, изучать Лондон, садитесь на автобусы. Очень рекомендую. Пока на этом все, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok